Мы с вами за счет хваталок можем отлично создавать не только орудия, но и сооружения. Кто, кстати, это делает не хуже нас с вами, вполне себе. И поэтому имеет социальность, причем единственную, то есть не единственную, но в отличие от нас, так называемую хорошую или правильную социальность. У нас с вами неправильная социальность. Греческий корень, хороший, правильный, на русский язык консультируется несколькими разными способами. Эу, еф и так далее. Так вот, у кого из живых существ эусоциальность, настоящая социальность? Эукариот. Эукариот это существо, имеющее настоящее ядро, карио, настоящее ядро. Так? Хорошее ядро. А вот эусоциальность у кого? Социальные насекомые. Муравьи, термиты, косы, шмели. Дело в том, что их социальность имеет десятки, а в некоторых случаях сотни миллионов лет эволюции. За это время специализация ролей, за это время степень сложности организации социума, они в настоящей социуме. Представить себе даже сложновато. Ну, допустим, насекомые за миллионы лет до людей изобрели сельское хозяйство. Самое настоящее. Животноводство у них есть, выращивают тлей, которых забирают зимой к себе в муравейник на зиму. Ну, точно так же, как скотинку сгонять, вот слуга коровник на зиму. При этом корм для скотинки на зиму надо запасти, муравьи запасут для трехов, а весной вынесут тлей на пастбище, разместят их на пастбище, будут защищать от хищников. А хищники, ну, я слышу, не лобные волки, а, допустим, больше коров. Зачем это все? А муравьи доят с клеем. Люди доят коров, доят коз, овец, а муравьи доят с клеем. Получая, значит, так называемую пасть, содержащую очень много углеводов, которая, собственно, и составляет основу питания муравейника. А растения, водства есть в этом мураве, знаменитые грибные сады, где специально выращиваются, специально создаются грядки, специально вносятся удобрения, вносятся посев мицелия, обработка мицелия, не так, чтобы он образовывал плодовые тела нужного размера и так подобное. Потому что на самом деле степень развития социальности не исключительно высокая. Но мы с вами не муравьи, и у нас, по счастью, я вам по секрету скажу, по счастью, нет эосоциальности. В рамках эосоциальности нельзя выйти за рамки той роли, которую ты получил в социуме. Вот у тебя такая роль, раз, и это биологически обусловлено. Солдата рабочим никогда не станет, рабочий самцом-производителем никогда не станет и так далее. У нас с вами, не имеющих эосоциальности, возможности исключительно широкие. То, что с нами будет происходить, зависит в очень большой степени от нас самих, а отнюдь ни от каких-то не от биологических программ.